Приветствую вас! Вы знаете, я прочитал ваш вопрос, и у меня появилось такое очень нехорошее ощущение, что вы, знаете как, хотите принять решение в своей ситуации. Но не можете его принять, или боитесь его принять, и перекладываете ответственность за принятие решения на нас. Видите ли, психологи не дают советов. Психологи помогают увидеть ситуацию под, может быть, новым углом. Психологи помогают вам лучше понять себя, например. Психологи помогают вам лучше понять ситуацию. Так вот, в том, что описываете вы, как вы описываете, можно сделать совершенно явное предположение, что родители вас очень любят. И родители хотят, чтобы у вас все было в порядке. Родители беспокоятся за вас, и это нормально. Но вам необходимо самой понимать, что это ваша жизнь, и что вы сами выбираете так, и что вам делать. Опыт и практика показывают, что мужчины, мужчины, как у вас, к сожалению, пить не обращают. То есть, да, мужчина может вам обещать это сделать, да, мужчина может действительно сожалеть о том, что он пьет. Но понимаете, он боится потерять сейчас вас. Он боится потерять вас, и он, к сожалению, совершенно не осознает, что проблема не в вас. Проблема не в том, что вы от него ушли, а проблема в том, что он не умеет пить. Вот это вот большая проблема, или не умеет, или не может, или ему нельзя пить. Вот это вот куда большая проблема, и он ее не осознает. Так вот, вы у своего мужчины, прежде чем делать выбор, такой сложный, как вы говорите, выбор, да, и так далее. Вы у своего мужчины спросите перед этим, а он чего хочет-то вообще? Он хочет, чтобы вы вернулись? Или что? Спросите у него этот момент. Спросите, чего мужчина хочет. Просто постарайтесь, просто спросите у него это, чего он хочет. Скажите, он скажет, что хочет вернуть вас. Но это, к сожалению, плохой ответ. Потому что, если он хочет вернуть вас, то вас он, безусловно, вернет. А вот, что дальше? Уже после того, как он вас вернет, что дальше? Ведь он-то вас вернет, может быть, хорошо. Но его особенность, связанная с алкоголем, она останется. Это нужно понимать. Нужно понимать, что эта особенность, она останется. И если мужчина только не готов осознать, что ему пить вообще нельзя, если мужчина говорит, что я не хочу больше пить, понимаете, а не вернуть вас, то вот тогда ему можно поверить. В любом случае, видите ли, ваши родители, они, понятно, они хотят вам всего самого лучшего, они хотят вам добра, они хотят, чтобы у вас все было хорошо. Это понятно. А родители-то все равно останутся родителями, они от вас никуда не денутся. Да, вот, одно молодого человека своего, потерять вы можете. И потерять его вы можете, ну, довольно легко. Поэтому в вопросе, подобном вопросе, выбор вообще не стоит. То есть, любовь к родителям, это совершенно одно. Любовь к своему молодому человеку, это совершенно другое. Это две разных любви. И родители, если они вас вот любят, действительно любят, никогда не будут ставить вас перед таким выбором. Кстати, тоже, на мой взгляд, довольно интересный момент. Вы боитесь сказать родителям, что решили дать ему второй шаг? Вы взрослый, взрослая женщина, вы взрослый человек, вы праве делать то, что считаете нудно. Почему вы боитесь сказать родителям о своем выборе? С чем связано вот это вот, что вы боитесь? Откуда у вас этот страх, понимаете? Ваш страх делает вас не свободным. В любом случае. В любом случае, ваш страх делает вас не свободным. А не свободным это отсутствие выбора. Отсутствие выбора, отсутствие проявлений личности. Поэтому я думаю, что в этой ситуации, прежде чем решать, что делать, надо сверва определить, что вы боитесь. Потерять вы боитесь, например, своих родителей? А своих родителей вы не потеряете. Они всегда будут с вами, они никуда не уйдут, они никуда не денутся. Ну да, им будет, возможно, неприятно, что вы так поступили. Возможно, им будет некомфортно, что вы так сделали. Да, им будет неприятно, но они не уйдут. Они никуда не денутся от вас. Они по-прежнему будут вас любить. И, в конце концов, они делают это для того, чтобы вам было хорошо. Поэтому, если вы боитесь родителей потерять, то вы боитесь совершенно напрасно. Родителей вы не потеряете. Если вы боитесь осуждения с их стороны, то здесь нужно понимать, что по своей природе родители таковы, что если они видят, что ребенок, по их мнению, себе вредит, они, естественно, будут против этого. Ведь у них же за него болит душа, за ребенка. И если они увидят, что у ребенка все хорошо, если они увидят, что ребенок действительно знает, что делает, если они увидят, что ребенок счастлив, если они увидят, что вы довольны, что вы довольны своим выбором, что у вас там блестят глаза и прочее, прочее, то ведь вы же сами, наверное, понимаете, что при таком раскладе родители просто смирятся с тем, что вы сделали и примут вас. У них нет другого выбора, кроме как принять вас. Поэтому чего вы боитесь? Здесь вот непонятно. И когда вы поймете причину своего страха, тогда вы сможете провести разграничительную линию. То вот, с одной стороны, родители, которые вас любят, которые хотят вам помочь, которые хотят для вас всего самого лучшего, но вы уже взрослая, а с другой стороны, молодой человек, которого, как вы говорите, знаете давно и которому вы верите и так далее, и так далее, и так далее. И если вы решили сделать, если вы решили дать ему второй шанс, что это ваше решение, и ваше решение родители могут только принять, оспаривать его, они не имеют права. Да, они могут сказать, что по нашему мнению ты поступаешь неверно, но это, опять же, совсем не то, как если бы они оспаривали бы ваше решение. Все это нужно понимать. Поэтому, если у вас проблема в том, что вы не можете сказать своим родителям, одно, которое вы дали парню второй шанс, то, ну, непонятно, чего вы боитесь. Там у вас страх, он иррационален, он мистифицирован, и он не позволяет вам быть, по сути дела, свободным. И он мешает вам не только в этой ситуации, я полагаю, он мешает вам и вообще, наверное, пожить. Соответственно, от него неплохо было бы избавиться от страха. Это вот то, что касается выбора. Потому что, ну, страх лишает вас выбора. Страх, по сути дела, влечет за собой бессилие, личностное бессилие. Потому что человек, который боится, это не свободный человек. Вот. Это, значит, то, что я хотел сказать по поводу родителей. Теперь по поводу молодого человека. Ну, думаю, что шанс ему дать, безусловно, мощно. Вот. Ну, только если вы решите, что, если вы решите, что, значит, ну, что это действительно последний шанс. То есть, то есть, если вы, например, сомневаетесь в том, что вот при повторении такого вы действительно, действительно уйдете, лучше шанс ему не давать. Тогда вообще. Потому что это, вредный факт. Но это, свидетельствует о том, что вы зависимый человек. Вы независимы от него. Понимаете? И если вы действительно зависимы от него, то вам нужно, наоборот, диспансироваться от него и, по сути, поделать не вступать в отношениях. А проработать плодопорную почву для зависимости. То есть, почему вы стали зависимыми. Как так получилось, что вы стали зависимыми. Вот это, в таком случае, нужно проработать будет с вами. На этом все. Надеюсь, что Балук вам не дал вам совета. Потому что советовать здесь профессиональный психолог не может. Решение принимать вам. То, что вы не можете его принять. То, что вы не свободны принятия своего решения. Это проблема. Это психологическая проблема. А помочь вам выбрать какой вариант из двух предложенных вами правильных, я полагаю, мы не имеем права. Это не этично. Я надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь к тому, что я сказал. Надеюсь, что вы обратите внимание на обозначенные мной проблемы. И постарайтесь их проработать. Потому что самое главное в жизни человека, любого человека, одного человека, самое главное, это свобода выбора. И если этой свободы выбора нет, то тогда, к сожалению, вы все время будете обращаться за советом. А это, сами понимаете, проживать чужую жизнь. Получаться. То есть, люди, которые дают вам советы, они ведь, по сути дела, исходят из чего? Из своих ценностей, из своих приоритетов, из своего опыта. Ну, вот это вам так, например, чтобы вы выбирали родителей, и что у вас мужчина, все, он ненадежный. Ну, это люди, которые так видят реальность. Они правы. Они правы по-своему. Кто-то скажет вам наоборот, дайте мужчине шанс. Ну, это другая ответственность. И они тоже будут правы. Но проблема в том, что вам нужно самой выбрать. Потому что вы несете ответственность за свою жизнь. Вы живете, а не мы в данном случае. А мы вам можем помочь убрать все препятствия для совершения свободного выбора. Вот в этом мне видится задача психолога именно в вашем случае. На этом все. Надеюсь еще раз, что мой ответ был вам полезен. Простите, пожалуйста, что не дам вам совета. Если у вас остались вопросы ко мне, буду рад помочь. Пишите в личку. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!